Здравствуйте! На этом уроке мы поговорим о четных и нечетных функциях. Слева мы будем записывать все о четных функциях, а справа – о нечетных. И если останется время, то поговорим еще о функциях, которые не являются нечетными и нечетными. Перед тем, как дать вам формальное определение четной и нечетной функции, сначала давайте посмотрим на их графики. Это поможет лучше понять определение этих функций. Проведем координатные оси. Это ось х, а это ось у. Нет, надо провести ее как-то ровнее. Это ось у, или же ось f . И давайте с вами построим график функции f равно х в квадрате. f равно х в квадрате. В первой четверти кривая выглядит вот так. вот так выглядит кривая во второй четверти. Неплохо получилось. Обратите внимание, функция f это четная функция. Откуда я это знаю? Посмотрите на ветви параболы, графика функции. Они симметричны относительно оси у. Если мы возьмем справа все точки, принадлежащие кривой, и отразим эти точки относительно оси у слева, то получим такую же ветвь только слева. Это четная функция. А сейчас рассмотрим еще одно маленькое свойство отчетной функции. Мы берем любое значение х. Например, положительное х равен 2. Тогда f равно 4. 2 в квадрате равно 4. Если мы возьмем отрицательную версию 2, то есть минус 2, давайте здесь отметим минус 2, и вычислим значение функции в этой точке, то все равно получим в результате 4. На самом деле так и должно быть. Если мы отразим правую часть кривой относительно оси у слева, то при положительном и отрицательном х, значение функции будет одним и тем же. Вот мы вплотную подошли к определению четной функции. Итак, четная функция тогда и только тогда четная, мы сейчас говорим только о четных функциях. Запомните, четная функция – это не та функция, областью определения которой выступают четные числа. Это совсем не то. В этом плане никакой связи между четными функциями и четными числами нет, ровно как и между нечетными числами и нечетными функциями. Итак, функция тогда и только тогда называется четной функцией, когда f равно f . И причина, по которой я сразу не привела это определение, в том, что тут же возникли бы вопросы, а что это такое и что это означает? f равно f . Теперь, я надеюсь, вы понимаете, что это значит. Если мы возьмем значение х равно 2, то соответствующее ему значение функции равно 4. Обратите внимание, мы берем какую-то одну точку. Тогда f должно равняться f . И для данной функции, f равно х в квадрате, оба значения функции на самом деле равны 4. По сути, эта запись значит, что левая ветвь параболы является отражением правой ветви относительно оси у. А теперь, чтобы убедиться, что вы окончательно во всем разобрались, рассмотрим несколько графиков функций и определим, являются они четными или нечетными. Давайте нарисуем координатную плоскость. и вот такая функция. Или же вот такая функция. Это одна ее часть, а вот ее вторая часть. Я пытаюсь симметрично провести вторую часть функции. Как вы понимаете, эти две функции четные. Все точки справа от оси у мы отражаем слева от оси у и получаем вторую часть функции. Теперь посмотрим, подходит ли такая функция под определение. Допустим, мы берем какое-то значение х, например, 3. И тогда значение f будет равно 5. Это у нас 5. Если же мы возьмем х, равное минус 3, то значение функции в этой точке равно тоже 5. Рассмотрим с вами еще несколько графиков. Проводим оси. Это ось х. Нет, как-то не так. Давайте так. Это ось х, а это ось у. Возьмем тригонометрическую функцию. Вот так, предположим, выглядит график этой функции. И понятно, что эта функция тоже четная. Правда же? Она симметрична относительно оси у. А что же такое нечетная функция? Давайте посмотрим на график такой функции. Проводим оси. Это ось х, а это ось у. И для примера я возьму наиболее распространенную нечетную функцию. Это у нас была наиболее распространенная четная функция, а я возьму нечетную. Итак, f равно… Можно было обозначить функцию по-другому, но да ладно. f равно х в кубе. Вот как-то так выглядит график этой функции. Как можно наглядно распознать, что это нечетная функция? Опять-таки, сначала смотрим на часть графика справа от оси у. Это ось у, это ось х. Итак, смотрим на эту часть кривой. Если мы отразим ее относительно оси у слева, я имею в виду во второй четверти, то это будет выглядеть вот так. И если бы левая часть графика выглядела бы так на самом деле, то эта функция была бы четной. Но мы же видим, что это не так. Чтобы проверить нечетность функции, мы должны отразить часть графика из первой четверти сначала слева направо относительно у, как бы делая ее отрицательной, а потом сверху вниз относительно ух в третью четверть. Или можно сначала отразить часть кривой относительно оси х, а потом уже относительно оси у. В общем, мы делаем два отражения. И если мы эту часть кривой отразим относительно оси у во вторую четверть, а потом еще отразим относительно оси х в третью четверть, то в результате увидим, что получается вторая часть графика нечетной функции. Теперь рассмотрим определение нечетной функции на отдельных точках. Возьмем точку х равен 2. Давайте ее здесь обозначим. Вот здесь х будет равен 2. При х равен 2 значение функции равно 8. А чему равна функция при х минус 2? f это минус 2 в третьей степени, то есть минус 8. Значит, f равно минус 8. Обратите внимание, мы рассматриваем один конкретный случай, когда х равен 2 и х равен минус 2. И только что мы выяснили, что f не равно f , так как f равно минус 8, а минус 8 не равно 8. Следовательно, f равно минус f , правильно? 8 равно минус минус 8. Значит, f равно минус f . Мы вычислили, что f равно 8. 2 в третьей степени равно 8. Также нам известно, что f равно минус 8. Минус 2 в третьей степени равно минус 8. Значит, в правой части равенства будет . Минусы сокращаются, и остается только восьмерка. Следовательно, эта функция нечетная. Мы имеем дело с нечетной функцией. Давайте запишем определение нечетной функции. Функция называется нечетной тогда и только тогда, когда f для любого значения х из области определения, когда f равно минус f . Или вы можете также встретить другую запись. Умножьте обе части на минус 1. Тогда минус f будет равно f . Или же можно поменять местами части равенства. Тогда f равно f . f равно минус f . Я всего лишь поменяла местами части этого равенства. Теперь давайте посмотрим графики нескольких нечетных функций. Посмотрите, как они выглядят. Предположим, что одна часть графика будет выглядеть вот так. Если бы нам нужно было изобразить четную функцию, то вторую часть мы провели бы вот так. Но так как мы изображаем нечетную функцию, поэтому вторая часть будет вот такой. Это график нечетной функции, сплошной линией. Теперь проверим, подходит ли этот график под определение. Если мы возьмем какое-то значение а, найдем соответствующее значение функции, то это будет f . Если мы возьмем минус а, то f будет вот здесь. Эта точка находится на том же расстоянии от х, что и f . Нет, немного не так. Я сейчас все исправлю. Вот здесь будет f . f и f находятся на одинаковом расстоянии от начала координат, только f у нас в положительной части оси у, а f в отрицательной. Я нарисую еще один график нечетной функции, чтобы окончательно во всем разобраться. Возьмем очень простую функцию, я бы сказала, самую простую нечетную функцию. Это будет функция у равен х. И она будет выглядеть вот так. Нет, немного не так. График функции проходит через начало координат. И если мы отразим эту часть прямой слева от оси у, то график будет вот таким. Отразим еще раз относительно оси х и получим прямую у равен х. Следовательно, это тоже нечетная функция. А сейчас я приведу пример функции, которая на первый взгляд кажется четной, но на самом деле таковой не является. Например, это будет вот такая парабола. Обратите внимание, ее ветви несимметричны относительно оси у. Да, на самом деле ветви симметричны, но относительно этой прямой, а не относительно оси у. В этом случае f не будет равно f . Таким образом, это нечетная, не нечетная функция. И еще один пример. Вам может показаться, что вот такого рода функция является четной. Сейчас я нарисую график такой функции. Перерисуем ось у. Вот он. А может, вам покажется, что эта функция нечетная, но это не так. График функции х в кубе мы перенесли на единицу вверх, так как взяли функцию х в кубе плюс 1. Следовательно, это уже не нечетная функция. Сейчас я все покажу. Итак, это функция f равно х в кубе плюс 1. Отразим часть графика в первой четверти относительно оси у во вторую четверть. Получим вот такую кривую. А потом еще отразим относительно х в третью четверть. И получится вот такой график. А мы видим, что он отличается от нашего. Следовательно, функция х в кубе плюс 1 не является ни четной, ни нечетной. Если мы посмотрим сюда, то эта функция нечетная. Часть ее графика симметричная относительно начала координат. А внизу нет. На этом все. До скорых встреч!